Всем привет, с вами Андрей Вар и у меня грустные для вас новости. Разработчики буквально 15 минут назад выпустили видос на 2 минуты 36 секунд. И здесь не было ни капли геймплея, только интервью самого разработчика. Соответственно, он, это один из разработчиков, который разрабатывал игрушку Boom Beach Frontlines, и он рассказывает о грядущих планах по поводу выхода этой игрушки. И вы, наверное, поняли уже по моему голосу, по названию, что не так все радужно и печально, и это прям реально растянется на очень долгое время, выход игрушки. В принципе, я вспоминаю, когда выходил Brawl Stars, это тоже было, не знаете, ни одного месяца выход игрушки. И, соответственно, здесь он рассказывает на английском, но внизу есть прикрепленное сообщение в Дискорде. Можно посмотреть, можно перевести, и здесь он рассказывает вообще о грядущих планах на ближайшие 2-3 месяца. И это в ближайшие 2-3 месяца нет ни выхода игрушки на Android, ни выхода вообще игрушки, ни выхода релиза. То есть, вот будут только тесты пока в ближайшее время на iOS. То есть, он рассказывает здесь, что прям очень хорошо, то есть, они отслеживают, зайдет, не зайдет, то есть, 9 на 9. То есть, до этого, ну, таких прям масштабных более-менее шутеров сверху еще не было. То есть, 9 на 9. То есть, Brawl Stars там 3 на 3, там, ну, 5 на 5, ну, что-то такое. Но 9 на 9 еще такого не было. Плюс, соответственно, они не знают, как это зайдет. И сейчас, пока на данный момент, они проводят и сводят аналитику. Зашло, не зашло. Конечно, он здесь кучу-кучу слов лестно говорит, благодарит, благодарит, благодарит всех. Но, по поводу выходов. В ближайшее время он говорит, что до нового года они ничего выпускать не будут. Больше до нового года никаких альфа-тестов, бета-тестов, еще каких-то тестов, ничего до нового года не будет. Плюс говорит, что после нового года они снова запустят альфа-тест вот такой, но его запустят снова на iOS. Снова на iOS, и это будет в ближайшее там несколько, то есть январь-февраль, то есть это не прям сразу после нового года, то есть это январь-февраль, где-то будет еще какой-то один из плей-тестов на iOS. И только после этого, если все сложится, как он говорит, потому что даты они даже близко сказать не могут, только после этого, может быть, если все будет хорошо, они выпустят такой же тест на Android. Вполне возможно, это будет уже как-то более, чем просто альфа-тест, плей-тест, вполне возможно, это уже будет какой-то софт-ланч выхода игрушки вместе iOS и Android, но до Android нам, если честно, еще ого-го, то есть это, наверное, весна. То есть настраивайтесь на весну, потому что мне, я помню, под моим прошлым видосом, где я говорил, что списывался с разработчиками и говорил, что разработчики еще сами не знают дату, я говорил, что это точно не в ближайшие несколько недель, непонятно через сколько. И мне там начали, да ты нихера не знаешь, да там 100% скоро выйдет, да уже нет, весна, в лучшем случае. Вот теперь уже они сами сказали, что это нескольких месяцев после тех iOS-овских, то есть это реально весна, то есть март, рассчитывайте март, это в лучшем случае. При том, что здесь в своем видосе он говорит, что сейчас обновление информации, какие-то посты, что-то еще будет выходить периодично только по вторникам и четвергам. То есть в эти дни они что-то будут постить в Дискорде. Если вдруг вы не подписаны, ссылочку на Дискорд оставлю в описании, обязательно переходите подписывать во вкладке, вот в этой вкладке. Францмент, они выкладывают все-все-все изменения, ну все нововведения, все изменения, все абсолютно выкладывают именно здесь. Ну например здесь вот они, это сегодня выложили? Да, сегодня выложили вот нового юнит, но я еще в бою вот эту не видел. Шотганнер. Соответственно они здесь выкладывают, и если вдруг вам интересно, если вам нравится игра, вы хотите ее еще поотслеживать, когда же она выйдет, чтобы не пропустить, вступайте, подписывайтесь в Дискорде. Они здесь постоянно теперь будут по вторникам и четвергам выкладывать новое весть. Плюс, если кому вообще хочется помодерировать или стать модератором, то они запустят в Дискорде, я так понимаю, в ближайшие дни, может быть в этот четверг анонсируют, может быть в следующий вторник, анонсируют модераторов. То есть они будут набирать к себе в Дискорд модераторов. Не знаю, они сами еще, я так понимаю, не знают, какие будут требования, кого они будут набирать, но если вы хотите, то вы можете попробовать. Точно так же, как регистрацию проводили для получения кода на альфа-тест, вы точно так же можете попробовать стать у них в Дискорде здесь модератором. Надеюсь, только EOS-овских выбирать не будут, потому что это будет максимальная дискриминация, если андроидовские снова будут пролетать. Короче, это вот такой сегодня видос они выпустили. Буду очень сильно надеяться, буду очень сильно ждать, что они постараются и все будет хорошо, и там никаких супер-мега-багов не будет, и у них все будет получаться, и все-таки они не растянут на весь 2021 год выход этой игрухи, а уже реально хотя бы весной мы все, абсолютно все, сможем ее поиграть, независимо от того, у вас Android или iOS-устройство. Короче, вот такие новости. Заканчиваю видос, с вами был Андрей Вар, ставьте лайки, если вы только-только про это узнали, если вы первого меня узнали, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты, все, с вами был Андрей Вар, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok